Жить на своей глава киевского правительства Иценюк на круглом столе в Харькове не только обещал особый статус русскому языку, увеличение самостоятельности регионов, амнистию антимайдану, то есть все, кроме реальной федерализации, но и полную самостоятельность, правда лишь экономическую. Если уж Луганская и Донецкая области хотят независимости, пусть попробуют независимо выжить. Ради эксперимента, без помощи из центра шахтерам и бюджетникам. Но при этом эксперты подсчитали, если Украина остается без Юго-Востока, соотношение ее внешнего долга к ВВП достигнет 120%. Торговый баланс из-за падения экспорта ухудшится до уровня Либерии и Мозамбика. Ведь до сих пор именно Восток давал 63% промышленного роста производства и 54% экспорта страны. Моя коллега Юлия Олховская разбиралась, как жить, если эксперты МВФ утверждают, за последние 20 лет экономика Украины выросла на 0%. То есть сейчас она вновь на уровне 93-го года. По утрам Ольга теперь ходит не на работу, а в центр занятости. Менеджера сотовой компании, как и еще 10 ее коллег, сократили из-за кризиса. Продажи упали в несколько раз, и фирма вынуждена была оптимизировать затраты. Была я на четырех собеседованиях, но пока, скажу, пока для меня еще ничего определенного, так как зарплата сейчас упала. Сколько придется ждать, Ольга не знает. Пока страна все больше погружается в пучину кризиса, считает предприниматель Татьяна. Бизнес кофейной автоматы еще полгода назад приносил ей неплохой доход. Но сейчас Татьяна тоже боится остаться без работы. Даже лишний стаканчик кофе многим стал не по карману. Один аппарат, который у меня работал там, где это банк, то есть там фирма, то есть крупная. То есть в неделю это где-то было 700 гривен. Вот вчера я снимала кассу 60. Вслед за менеджерами и бизнесменами рынок безработных скоро, судя по всему, пополнит рабочие. На этой неделе министр экономического развития Украины Павел Шеремета объявил о приостановке финансирования некоторых отраслей промышленности. Каких конкретно, не уточняется. Скорее всего, речь идет о наиболее датируемых государствах машиностроении, добывающей промышленности, железнодорожной отрасли. Кризис на украинской железной дороге тянется уже несколько лет. Объявленный государством режим экономии рано или поздно приведет к тому, что пассажирам просто не на чем будет ездить. Сейчас нехватка запасных частей для ремонта вагонов. Также подвижной состав долгое время не обновлялся. Он требует замены, а заменять их будет нечем. Решение урезать госсубсидирование промышленности в украинском Кабмине объясняют необходимостью сохранения социальных программ. Но в этом объяснении есть доля лукавства, считают эксперты. Сейчас ситуация приближается к критической. И совершенно ясно, что финансовая поддержка, которую Украина получает и уже реально начала получать, она не может в принципе спасти ситуацию, поскольку речь идет о гораздо больших суммах, которые нужны, чтобы удержать на плаву украинскую экономику и социальную сферу. По словам политолога, в 2009-м, когда на экономический кризис в стране наложился еще и газовый, казалось, что хуже уже быть не может. Но спустя пять лет экономика Украины близка к коллапсу. По сведениям ГОСТАТа, объем промышленного производства в стране сейчас падает быстрее, чем когда бы то ни было. Наибольший спад в машиностроении, металлургическом производстве, добыче угля, поставках электроэнергии и газа, производстве кокса и продуктов нефтепереработки. Самая сложная ситуация сейчас в Донецкой области. Здесь провал во всех отраслях индустрии. Тем не менее, несмотря на колоссальные убытки для экономики, киевские власти упорно продолжают в регионе карательную операцию. Чуть-чуть опускается напряженность, им невыгодно. Потому что, когда она опускается, сразу становится вопрос. Ребята, а что вы тут натворили вообще? Что с экономикой, что с социальными программами? Что вообще у нас с Россией? Мы потеряли одну треть количества экспорта. Мы потеряли вообще громадный рынок. Кто за это будет отвечать? Этот вопрос задают руководству и рабочие заводы в Харьковской области. Только ответа пока нет. Объем заказов резко упал. На некоторых предприятиях теперь двухдневная рабочая неделя. Людей отправляют в отпуска без содержания. А как давно вам не платят зарплату? В семь месяцев. В семь месяцев? Да. А как вы выживаете? Извините, я очень жал. А как можно ответить на этот образ? А вот так. Вот как хочешь. По мнению экспертов, пик производственного и экономического кризиса Украине еще предстоит пережить ближе к осени. Тогда же, скорее всего, люди наконец осознают, что такое новая украинская реальность. На самом деле, когда эта истерия закончится, все граждане Украины с большим удивлением обнаружат, что они объединили где-то на 50-60%. То есть обесценились их активы, обесценились их сбережения. И фактически они уже приближаются к порогу нищеты. А группа олигархов благополучно на этом обогатилась. Губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского в местной прессе называют бенефициаром революции. Даже в условиях прекращения госфинансирования промышленности, группа «Приват», крупнейший игрок украинской нефтяной отрасли, одним из основателей которой выступает олигарх, сумела сохранить преференции, полученные при Януковиче. Например, льготные тарифы на электроэнергию для ферросплавных заводов. Коломойский, похоже, готов в буквальном смысле слова выкачать из Украины все, что можно. В апреле глава Укртранснефти госкомпании, которая управляет нефтяными магистралями Александр Лазарко, отправил письмо главе Минэнергоуглепрома Юрию Продану. Предлагал откачать из нефтепроводов так называемую технологическую нефть. Она поддерживает давление в трубах, заменив ее водной и азотной смесью. А вытесненную нефть переработать на Кременчугском НПЗ, который контролирует все тот же «Приват». Уже порядка месяца идет откачка нефти из трубопроводов, технической нефти. Что это значит? Это значит, что пустые трубопроводы для того, чтобы поставить нефть на нефтеперерабатывающие заводы Украины, придется заполнять заново. Нефть эта занимает достаточно большой объем. На настоящий момент откачена нефть примерно на 200 миллионов долларов. Фактически это живые деньги. Осталось еще где-то порядка 300 миллионов долларов откачать вот таких денег. И после этого нефтеперерабатывающую промышленность Украины запустить будет очень и очень сложно. В этом случае в стране возникнет дикий дефицит нефтепродуктов, бензина и дизельного топлива, остановится сельское хозяйство, остановится легкая промышленность и масса других отраслей промышленности. Такая схема, очевидно, сулит «Привату» немалую прибыль. Дело в том, что технологическая нефть закачивалась государством в трубу лет 15 назад. И сейчас ее рыночная стоимость выросла в несколько раз. Обеспечить загрузку завода за счет опустошения трубопровода – идея, конечно, выгодная, только не для государства. Во-первых, Украина лишается стратегического резерва нефти. А во-вторых, по мнению экспертов, закачка вместо нее технических смесей может привести к разрушению трубопровода. А это уже грозит крахом всей нефтетранспортной системы Украины. Это сродни тому, как при распаде Советского Союза некоторые ловкие личности срезали провода со столбов и увозили их, как лом цветных металлов, в Эстонию и Латвию. Это явление вот такого порядка. Такие вещи для экономики страны, в которой ты не то что руководитель, а хотя бы жить собираешься, никто делать не станет. Прогнозов, насколько затянется кризис в украинской экономике, сейчас множество. Любовь Ерымчук, как и ее супруг, за ними не следят. Некогда, с утра до вечера в огороде. Лето пройдет быстро, впереди зима. Нужно чем-то кормить семью. Вся надежда на то, что вырастет собственными руками. В магазинах продукты каждую неделю. Все дороже и дороже. Просто жалко, что продали с бебихами эту Украину, что такой народ рабочий и трудящий, а продали, Бог знает, куда и за что. Вот это беда. Юлия Ольховская, Ирина Близнюк, Елена Штоколова и Анастасия Берестенко. Первый канал. Украина.